Фальсифицируемость Опровергаемость критерий Поппера Критерий научности, эмпирической или иной теории, претендующей на научность Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году Теория удовлетворяет критерию Поппера, является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении текста с этим критерием В том случае, если существует возможность ее экспериментального или иного опровержения Вот это вот мы прослышали и прочитали сейчас лютую бредятину Поппер, упоминать Поппера стыдно, ребята Вот то, что он нанес, про эту вашу фальсифицируемость Это лютейший бред Давайте соображать Ну просто Если теорию можно сфальсифицировать, опровергнуть То она научна Можно опровергнуть Теорию можно опровергнуть, если она не научна Вот если она не научна, взяли ее опровергать Нашли в ней ошибку и опровергли А если она научна, вы ее никак не опровергнете Ну давайте 2 плюс 2 равно 4 Как вы это опровергнете? Вот теория такая, что если сложить 2 и 2, то получится 4 Вот нормальная теория Как вы это опровергнете? Никак Можете там болтать какую-нибудь ерунду, что это равно 5 Но это будет не опровергнение, это будет слабоумное похрюкивание На тему 2 плюс 2 равно 4 То есть Поппер дурачок Дата 1935 год как бы намекает, что Эта вещь нужна для подчистки теории относительности Типа теория относительности фальсифицируема, значит она научна Люди думают так, да, она фальсифицируема, значит она научна Если она фальсифицируема, если она опровергаема То это не теория Правым данным неразумом посылаю на помойку критерий Поппер Людей, которые бегают вот с этим временно несмышленными Вплоть до выздоровления считаем Рассказываем по возможностям критерий Поппера Тем самым, согласно этой докрине решается проблема Так называемой демаркации То есть отделение научного знания от ненаучного Антибред, гравитация это отталкивание Дайте обзор по этому ролику Зашел, посмотрел сегодня начало Ну человек бредит, вот прям совсем тупишка Не может ориентироваться Один из последователей Макара Светлого Ну как последователь, это... Макар Светлый просто написал в комментариях Он ему ответил о том, что он вдохновлялся его работами Няшки такие Ну человек бредит Ну посмотрю полностью Дадим комментарий, обзор на этот бред Ведь я чуть не это, не полоскнул А вот просто, как сказать Это вот как купаться в дерьме Если человек вообще не может сосредоточиться Он сказал, что опыт Ковендиша Ну вот я до этого момента досмотрел Что опыт Ковендиша доказывает прямое притяжение То есть, ну человек тут такой вот Вот он не может сосредоточиться Вот мы не можем, глядя на два тела, да Разнесенные в пространстве, два груза Сказать, за счет притяжения они сблизились Или за счет приталкивания Нет прямого эксперимента, да Нет понимания Невозможно это выяснить А дальше мы берем эти два тела Подвешиваем на один подвес и прилепляем в зеркало, да И человек начал понимать, что это именно прямое притяжение На основании чего? Зеркало тебе помогло Подвес или отсутствие мозга Подвес не помогает это понять Зеркало не помогает То есть, помогает это понять только отсутствие мозга То есть, еще один несмышленыш Неспособный сосредоточиться На Коря был там еще один слабоумный ролик Который сейчас надо с какой-то образовательной целью, да Только ради того, что очередная группа Не будем произносить это слово Неспособный сосредоточиться На Коря было какое-то свое слабоумное творчество Надо этим заниматься Как-нибудь, когда будет совсем скучно, мы это сделаем При запросе в повисковиках Академическое суммирование Ничего не выдается Такого термина вообще нет Откуда бы его взяли? Этого термина нет Он взят, непосредственно использовался в нашем фильме Придуман специально для этого фильма Потому что континулный метод и академическое суммирование Это первое, что должен был товарищ Эйнштейн предоставить Если он насуммировал геометрические мирности И добавил туда будильник время И получил единицу Континул Он должен был предоставить свое академическое суммирование Каким образом он это насуммировал А поскольку они скрывают это, у них это отсутствует Поэтому мы им помогаем Подсказочки такие Подсказочки несмышленым Мы предоставляем подсказки Здравствуйте, Виктор Возникла ситуация Как оказалось 0 в степени 0 равно 1 И сразу вспомнил вас Посмотрели доказательную базу в Ютубе Может я чего-то неправильно понимаю Начал гуглить, что такое степень Основные понятия Степень числа с натуральным показателем Это результат многократного умножения числа на себя Само число он называет основанием в степени Количество операций умножением показателя в степени Помогите, пожалуйста, разобраться На мой взгляд, нелогично Это на любой взгляд нелогично Люди дебилы Они корябают, что попало Они издеваются над интеллектом учащихся Они уже бредят любыми способами Вот им можно все Вот человек, который пришел полностью к власти Ему можно все Вот он добрался до власти И с такими низкими моральными принципами Они могут вот этот гной плескать в головы Если бы у них хоть маленько было того, что называется совесть Они бы так не делали Вы сами все прекрасно поняли насчет этого Я тут додбай, это нечего Вы просто видите бред Сами видите И вы комментируете Пытался с отцом поговорить Он назвал вас блогером И сказал, что вам нельзя верить Разговор был о пространстве Пробовал объяснить, что кусок пространства в комнате Ничем не отличается от такого же куска в Америке Или на Марсе А нет, оказывается, может Если эти пи-пи-пи в институтах сказали Что можно погнуть пространство Значит, блин, можно А вы, Виктор, врете Вы блогер, которому нельзя верить Охренеть Это говорит мой родной отец Два часа доказательств И четырех законов логики Выявили только одно Ну, не только Есть еще другая логика Советская, институтская Там еще много всяких было Но не суть Главное, что вы обманываете Это же просто абзац Ну, по крайней мере, есть о чем поговорить С предыдущим поколением Есть люди, у которых схема мышления такая Вам повезло, ну, немножко больше Но он же каким-то образом Прожил свою жизнь Вас родил, воспитал Дал возможность вам думать Да, или генетически она вам досталась Да, из другой порции Вот Ну, спасибо, что Обсуждаете эти темы Думаете о них Но В одной семье Могут быть, да, действительно Разные взгляды В том числе На науку образования На логику Но все разные Кто-то может сосредоточиться Кто-то еще не смог По разным причинам Алексей Козлов Поле создается Гравитационным телом Вследствие воздействия поля Тело, которое подвержено воздействию Двигается в сторону Гравитационного тела Если тело создает поле Которое притягивает Большими буквами Притягивает тела То действуют притяжения Если бы было приталкивание То сила приталкивания Не зависела бы От гравитационного тела Врать о законах логики, применять логику это разные вещи Ну что сказать, Козлов, следующий Козлов, Алексей Козлов Декларирует, что если бы было приталкивание То сила не зависела бы от гравитационного тела Вы не смогли сосредоточиться, господин Козлов Это доказано, что зависит от гравитирующего тела Эти материалы описаны в монографии, подробно, шаг за шагом Для тех, кто умеет читать и видит какие-то формулы, различает знаки, различает плюс-минус Множить, это кому понятно, все могут прочитать в монографии Вот эти вопросы отпадают То есть вы просто, не будем вас называть врунишка, вы не смогли просто сосредоточиться и врете Вы даете желаемое за действительное Роберт Паулик Виктор Григорьевич, вы игнорируете мой вопрос под многими видео Расскажите, что такое гравитационный спектр Просто вам зачитаю определение простое Спектр От латинского спектум Представление, образ, физики Совокупно всех значений какой-либо физической величины Характеризующий систему Или процесс Чаще всего пользуются понятиями частотного спектра колебаний В частности электромагнитных и акустических Спектр энергии, импульсов, массы частиц и так далее То есть есть физическое определение, что такое спектр Спектр, спектр Что такое гравитационный спектр Ну если захотим, расскажем поподробнее Так предварительно можно сказать Есть объемное поле, колебания всех частиц во Вселенной Из которых состоят все объекты во Вселенной Вещественные Это колебание согласовано в определенных смыслах В определенные частоты согласовано И все это вместе представляется собой гравитационный спектр Частотный По книге напечаталось Следующий тираж И сейчас вот идет до отправка книги Кому не успели выслать с предыдущих тиражей Так что книги уже на пути И в запас книг есть Виктор, я полностью вас поддерживаю Лайкаю и распространяю Но люди хотят знать, откуда берутся силы отталкивания Ваше видение Вот силы отталкивания Они не берутся, они просто есть Всегда есть Вот представьте, что каждая частица во Вселенной Связана какими-то силами Мы о них не подозреваем Пока яблоко не начало падать на землю Вот яблоко падает на землю Мы видим, о, яблоко пошло Значит, здесь какие-то силы Там какое-то ускорение Откуда они взялись? Они были всегда Вот каждая частица этого яблока Была всегда связана с каждой частицей на земле С каждой частицей в космосе И так далее Она была связана полем Просто геометрия ситуации не позволяла этому яблоку падать Там у нее была жесткая связь, например Луне не позволяет падать на землю тоже силовая связь И так далее Но силы были Были Они не взялись Вопрос, откуда берутся Они были всегда Они ниоткуда не берутся Здравствуйте, Виктор Почему до сих пор у вас нет канала в Телеграме? Обязательно создайте Как бы это сказать помяше Есть канал в Телеграме? Давно есть Заходите в научный трибунал Канал в Телеграме Просто поиск И смотрите У нас есть канал Ссылки приводились на канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok